всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала вспоминая какие масштабные копии выходили в разнообразных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад и сегодня вам покажу румынский автомобиль dacia 1304 пикап в масштабе 1 к 43 эта модель вышла в рамках проекта легендарные автомобили под номером 9 румынская журнальная серия и машина поступила в продажу в 2012 году и сложно сказать сколько эта модель могла стоить в румынии я предполагаю что примерно так же как и на территории российской федерации серия автолегенды ссср и модель комплектовалась журналом но свой экземпляр я приобрел в интернет-магазине пару лет назад и продавали только модели без журнала и этот вариант мне обошелся за 3 евро 95 центов эти модели могут встречаться в продаже и по сегодняшний день правда цена на них возможно немножко подросла если посмотреть на румынский автопром то он довольно разнообразный хотя машины ничем не примечательны но здесь отчетливо отслеживается французская школа автомобилестроения ведь dacia 1300 это лицензионная копия рено 12 и в румынской журнальной серии выходили как классические автомобили с кузовом типа седан так были и купе были универсалы также пикапы различные варианты окраски и помимо румынской журнальной серии по-моему такие машины особо нигде и не встречались хотя в российской журнальной серии возможно попадались нераспроданные экземпляры как порой случается с различной журнальной серией сначала выходят интересные автомобили а потом серию продлевают до бесконечности и туда уже впихивают то что не продавалось в других странах и мне машины dacia особо не интересны но это все же частичка истории если посмотреть на весь ассортимент который выходил в рамках журнальной серии румынии то наиболее симпатичный автомобиль для меня это модификация dacia 1100 во всяком случае у этого автомобиля очень необычный дизайн и я вам приготовил для сравнения также другие автомобильчики из журнальных серий просто чтобы вы прикинули как машины друг от друга отличаются в плане проработки и какие пикапы существуют на сегодняшний день конечно у меня собраны далеко не все модели которые выходили в рамках этих проектов и здесь модель поставляется в классическом прямоугольном блистере с желтой подложкой есть информация о том что эти модели изготовлены в китае где же еще указан масштаб 1 к 43 и также написано что эта модель не предназначена для детей младше 14 лет и то что мне нравится у румынской журнальной серии то что у них модели поставляются с черной подставкой и их удобно брать в руки также вы можете отдельно докупить прозрачный колпак он стоит значительно дешевле если допустим под эту модель подбирать отдельный бокс и это тоже мелочь но приятно зачастую в российской журнальной серии такой роскоши вы не найдете если посмотреть на качество покраски то есть вопросы во первых очень много мелких вздутий на лакокрасочном покрытии и в таком исполнении я уже приобрел модель в свою коллекцию но из-за того что она стоила относительно недорого не стал отправлять ее обратно и не факт если вы будете делать обмен то что вам придет более лучшее изделие и несмотря на то что модель окрашена желтым цветом это не самый лучший вариант покраски для масштабной копии потому что обычно желтые модели сильно залиты краской и не видна расшивка здесь во всяком случае с этим проблем нет но очень много упрощений как и на других журнальных моделях это и дверные ручки просто обозначенные краской и очень примитивно изготовлен салон из черного пластика окрашенного в массе черные стеклоочистители правда покрасили зеркала заднего вида серебрянкой и также если вы посмотрите на облицовку радиатора вид портят черные точки на стекляшках фар и также фары установлены не очень аккуратно это визитная карточка большинства журнальных моделей и одна фара у меня смотрит куда-то в сторону и рассеиватель тоже никак должен быть на настоящем автомобиле поворотники в бампере просто обозначили оранжевой краской установили регистрационные номерные знаки и в этом плане модели из европейских журнальных серий лучше потому что на большинстве российских моделей вместо номерного знака были обычные таблички с наименованием автомобиля и кстати не всегда таблички были написаны правильно также присутствует небольшой шильдик на решетке радиатора и более менее нормальные колесные диски их тоже окрасили серебристой краской но из-за того что краска нанесена очень некачественно тонким слоем она в некоторых местах просвечивает и также видны черные ореолы и у этой модели вполне нормальные покрышки по размеру но опять же резина не очень аккуратная и я эту модель держал со снятыми покрышками и они впоследствии превратились в пластик задубели и чтобы обратно их поставить на колесный диск мне пришлось отмачивать резину в теплой воде задние фонари здесь в виде прозрачных элементов серебристой краской обозначили огни заднего хода на заднем борту присутствует надпись дачи нанесенная там по печатью и также в кузове установлена дуга безопасности правда опять же все заляпано клеем и видимо у меня что-то приклеилось с внутренней части дуги и нужно будет перекрашивать эту деталь потому что убрать клей я думаю будет невозможно без повреждения лакокрасочного покрытия и это довольно тяжелый пикап потому что здесь массивный металлический кузов и давайте открутим модель от подставки покажу как у нее детализирована нижняя часть здесь модель крепится двумя винтиками также есть пластиковый элемент который фиксирует модель к подиуму и опять же здесь все заляпано каким-то силиконом и вы можете посмотреть силикон остался как на креплении так и на подиуме не знаю зачем они покрывают силиконом эти детали обычно корпус модели покрыт силиконом но понятно чтобы он не царапался а здесь зачем его покрывать я не знаю написан прототип дачи от 1304 пикап указан масштаб и более-менее нормальная детализация днища но вид портит передняя балка хотя задний мост здесь в виде отдельного элемента и также отдельной деталью сделали глушитель его кстати можно окрасить демонтировав без особых усилий и кстати могу вам показать как здесь сделана плашка салона потому что эту модель можно открутить здесь нету защелок а просто два крепежных винта и вот так выглядит панель приборов рулевое колесо присутствует рукоятка переключения коробки передач также рукоятка стояночного тормоза и более-менее нормально сделана расшивка дверей и кстати рулевое колесо мне чем-то напоминает руль от москвича в то время дизайн машин был очень похож друг у друга подсматривали и у французов были вполне интересные машины но опять же французский автопром со временем видоизменялся а этот автомобиль с 1982 года выпускали вплоть до 2006 и конечно в 2006 году эта машина выглядела очень устаревшей и давайте покажу вам для сравнения другие пикапы которые есть в моей коллекции например можно посмотреть на польский fiat тоже в желтом цвете и у этой модели также в дополнение установили пластиковый тент машины примерно одинаковые по габаритным размерам также похож желтый правда на даче он чуть-чуть светлее и у польского варианта лучше сделаны колесные диски хотя задние фонари просто в хроме и сверху нанесли красным лаком а здесь уже прозрачные детали и кстати у fiat в кузове присутствует запасное колесо правда это пластиковая деталь и она сливается вместе с тентом автомобиля и у fiat стеклышки сделаны в опущенном состоянии на даче они поднятые но уровень проработки более-менее одинаковый и покажу вам другие пикапы например ish из серии автолегенды ссср тоже вполне хорошая модель правда здесь уже закрытый тип фургона и у и же чуть чуть меньше кузов опять же есть некоторые упрощения в чем-то этот вариант сделан получше и на эту модель я поставил другие колесные диски потому что изначально у этой машины они были огромного размера и покажу вам польский жук тоже пикап правда на базе автобуса у этой машины тоже проблемы с колесиками и например могу вам показать торпан здесь уже крупнее автомобильчик но тоже у него есть кузов и например могу вам показать еще одну дачу только с кузовом типа универсал и как раз вы можете наглядно видеть у автомобилей очень много унифицированных деталей правда у универсала фары прямоугольные а на пикапе они круглые вот такой вполне симпатичный автомобильчик который может занять достойное место в вашей коллекции если вы собираете не только российскую журнальную серию но и различные иномарки пишите в комментариях что вы думаете о румынских автомобилях понравился ли вам данный пикап не забывайте поддержать данный видеоролик лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока